ДАЧНИК ДАЧНИК Лук, чеснок, зелень, огурцы. Как их правильно собрать, а главное, правильно сохранить. Время уборка урожая. Как его правильно убрать, для того, чтобы не повредить, и чтобы подольше плоды нашего труда радовали нас и осенью, и зимой, и, в общем, до следующего урожая. После 10 августа убираем лук на репку и чеснок. Лук посмотрим, чтобы перо уже подсохло. Вот если же у кого еще зеленеет перо, то лучше оставить в чем-то позднее, более позднее время. Чеснок, когда начинают стрелки выпрямляться, мы оставили контроль на это, это время съема чеснока с грядки. ДАЧНИК Как правильно убирать? Подкапываем. Можно вилами, можно лопатками маленькими. И выбираем луковицы из земли. После этого мы не обрезаем стрелки, оставляем подсушиваться. Но сейчас погода стоит такая неустойчивая, поэтому убираем или в сарай куда, в сарай или на чердак, где проветриваем помещение. Вот когда стрелки у нас высохнут, мы оставляем 5 сантиметров. А донца, где у нас корешки подсохшие, можно на свечке или на газе поджечь, чтобы чеснок хорошо хранился. А зимой чеснок вообще не очень хорошо хранится, поэтому лучше всего его хранить в банках стеклянных, когда он просушится, и засыпать мукой. Тогда он может храниться до нового урожая. Вот лучок, золотая луковица. Вот чеснок отдельно, лук отдельно. Не обрезаем ничего, да? Не обрезаем. Обрезать будем через 2 недели. Так, и мы тогда сразу, эта грядка готова, мы в нее посадим сидераты. Так, сидераты высаживаются после сбора урожая, для того, чтобы почва была пустая, не залетали на нее сорняки. А самое главное, для того, чтобы удобрить ее. Например, мы садим горохо-овсяную смесь, здесь из лаки, и горох аккумулирует на своих корешках азот. То есть в следующий год на первое время удобрений хватит. Не удобряем, ничего, просто так оставляем. Отлично. Только зарыхлить надо, чтобы от пить. Петрушка, укроп, их тоже хочется собрать, и чтобы они тоже приносили пользу, и не только сегодня. Петрушку и укроп можно сушить, можно консервировать, можно замораживать. Можно замораживать чистые листочки, а можно совмещать, допустим, петрушку, укроп, и в ячейках для заморозки льда с растительным маслом или с сливочным маслом делать такие кубики. То есть уже, можно сказать, готовый продукт. А собираем тоже, как хитрость нет, просто срезаем? Просто срезаем, и лучше всего листики отделять от стеблей. Если, например, сушить, то только тоненькие листики, а стебли отдельно. Стебли потом можно использовать для супа. Вот стебли, это вот с зонтиками, которые, да? Да, которые с зонтиками. Зонтики идут на консервацию в основном у нас. Понял. Отрезаем. Тоже неглубоко, да? Да. И снимаете все это отдельно. Аромат петрушечный. Обожаю. И укроп. Давайте. Все, все, заберу. Редактор субтитров А.Семкин